Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают С широкой, собственно, рамкой Из глянцевого черного пластика Плоская Никаких кнопок на внешней поверхности TF117 не видно Из главного меню доступны несколько опций Можно просто выводить на экран фотографии и видеоролики из памяти, как они есть Можно накладывать спецэффекты Можно установить целых два будильника Причем в качестве звонков выбрать для них собственноручно загруженные MP3-файлы Прочая функциональность TF117 вполне типична для современной фоторамки Есть 1 гигабайт встроенной памяти, порт мини-USB Есть слот для самых популярных карт памяти, кроме и профессионального формата CF Зато есть и порт USB-Cost, так что можно подключать к рамке внешние накопители Полные фотоснимков и музыки Музыку, кстати, лучше слушать через наушники Разъем для них тоже имеется И, конечно же, плюсом является пульт дистанционного управления Из минусов можно отметить только марки и не совсем качественный пластик Все это великолепие Менее, чем за 100 долларов Голос! Все эти разговоры про продажу старого барахла меня натолкнули к гениальному мысу А может нам загнать твой любимый свитер? Мой любимый свитер, подаренный бабушкой на день рождения, после которого она... Эх, накидалась тогда бабушка на день рождения моем Продавай, конечно Вот и прекрасно! Сейчас лот оформлю, а ты пока обзор мути! Наживо! Орбита Маус Вот так дива дивная! Шайба с кнопкой! Нет, с четырьмя кнопками сверху и двумя служебными снизу Одна для включения устройства, другая для перезагрузки Что же это за девайс? Мышь! Компьютерная мышь с оптическим сенсором разрешением 800 точек на дюйм Непривычно? Зато хай-тек! Мышь по имени Орбита Маус беспроводная Подставка, она же док-станция, соединяется с компьютером шнуром USB Сама же мышь общается с подставкой по радио на частоте 2,4 ГГц В док-станции происходит подзарядка аккумуляторов, так что беспокоиться о замене батареек не нужно Работать с Орбита Маус сначала не слишком привычно Она и вправду сильно отличается от привычных всем мышей Ее корпус плотно упакован в силиконовую оболочку Так что выдаются над ней только большая серебристая кнопка для скроллинга И маленькая белая для калибровки устройства Прямо под зоной скроллинга на мышином торце находится главная кнопка Она соответствует левой кнопке обычной мыши Роль правой кнопки выполняют сразу две клавиши размером побольше Тоже расположенные на торце Так что Орбита Маус полностью симметрична И левшам, и правшам прекрасно подойдет Устройство крайне любопытное И явно не для ретрограда Зато людям с широкими взглядами на мир Оно вполне возможно понравится Голос, ты подумай пока какое барахло еще можно загнать А я начну нашу традиционную рубрику С-Т-Г Самым тупым гаджетом на этой неделе признается Десятидолларовое зеркало-разговорник Штука эта нужна, вы не поверите, попугаем Кроме встроенного прочного зеркала В гаджет вмонтированы четыре кнопки Нажимая на которые произносятся фразы и слова типа ХЕЛО В общем, на 7 баллов тянет Трико и романтика Что трико и романтика? Это ты такую оценку гаджету поставил? Трико можно продать и магнитофон романтика А-а-а Подожди А как же твой ежедневный ритуал прослушивания песен Казаченко на аутентичном магнитофоне романтика В трико на кухне? Я готов На любые жертвы ради наживы Ладно, воротило Но много мы на растянутых трико не заработаем Давай обзор, а я еще подумаю Бабосик! Трикью, Ку, Тауэр и Он Кому-то может показаться, что название 3QQ звучит смешно. Но на самом деле смешными в сравнении с этим нет-топом оказываются морально устаревшие офисные компьютеры в корпусах типа башня. На самом деле этот компьютер называется 3QQ Tower EON. 3Q бренд компании, 3Q Technology Limited. Объем корпуса этого нет-топа всего пол-литра. Однако по производительности он даст фору многим пылящимся в нынешних офисах башням. Все шесть портов USB, которые есть в этом компьютере, можно честно задействовать, и он будет работать, а не тормозить. Как ясно из названия, процессор Intel Atom N230 с частотой 1,6 ГГц установлен в этом компьютере на платформе NVIDIA EON. В компьютере может уместиться жесткий диск на 640 ГБ максимум и до 3 ГБ оперативной памяти. Видеоадаптер GeForce 9400 с 1 ГБ памяти позволяет выводить на большой экран видео высокого разрешения в форматах вплоть до 1080p. Нет-топы серии 3QQ можно использовать как медиаплееры, рабочие или игровые компьютеры. У них, конечно, поменьше возможностей, чем у топовых геймерских систем в современных башнях с водяным охлаждением. Но зато и цена существенно меньше – от 10 до 17 тысяч рублей, в зависимости от конфигурации. И пол-литра самых современных высоких технологий – ваши. Голос! Неужели нам поможет только почка? Какая почка? Правая или левая? Я не знаю, какая у тебя лучше работает. Вот этой твоей шуткой, которая, к тому же, звучала из твоих уст, ты уже достал. Так это не шутка. О, привет, ребят. Вот этот парень, поднимайтесь, берите. Да-да-да-да, и печень можете забрать, и мозг. А по-моему, смешно. С вами был Инспектор Гаджет. И помните, я докопаюсь до правды. Чмаки! Чмаки! Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Субтитры сделал DimaTorzok